Всем привет, друзья! С вами Евгеш, и сегодня у нас пилотный выпуск рубрики На Страже. Как вы уже, наверное, догадались, мы будем рассматривать Патруль. Патруль в CSGO. Ну и давайте без лишних слов приступим к делу. Погнали! Ну что ж, вот у нас загрузила карта. Карта D-Dust 2. Да, самая любимая карта читеров, как по мне, потому что она самая легкая, и они только на нее умеют играть. Ну что ж, наш подозреваемый идет в Темку, стоит, ждет, и такое убийство. Не сказал бы, что что-то странное, выждал, убил, так что нормальное убийство, ничего нельзя больше сказать об этом. Это, как я понял, был эко-раунд, счет 5-11, как раз за спецназом. И, что удивительно, если он читерит, счет у него 16-13 уже. Не лучший счет, я думаю, для читера. Ну, и по сравнению с его тиммейтами, нормальный для команды. Так что, один стрелять на виду. Вот это было странное немножко убийство, потому что он выходил уже, так сказать, с прицелом наведенным. Хотя я не думаю, что там радар как-то это сильно показывал. Ну ладно, пока доказательств нет, что он что-то юзает, читерит. Идет в коробку, раскидывает две флешки. Там никого нет, мы видим. И, как можно заметить, он не чекает ни спину, ни яму. Что, кстати, и по мне так странно. Я думаю, все всегда должны чекать ее. Потому что там очень часто кто-то сидит. Так, заходит на флэнт А. Это уже эко у спецназа. Потому что, я думаю, не будет проблемой взять его от раунд. Остаются уже 2 на 4. Ребят, что это было? Видите, как у него перекосило экран? Не знаю, вот я честно, вот не знаю, что такое иногда бывает. Я замечаю за другими. Ну, и еще убийство какое-то очень странное. И префайр. Ну, в принципе, там уже была инфа. Даг убил лампу. Это не некий, естественно, я знаю. Так что, инфа была, все нормально. Но вот то, что случилось с экраном и то убийство на шорте, немножко были странные. Пока я не могу сказать, что он читерит. Но что-то странное за ним явно есть. Это был префайр, мне кажется. Хотя, в принципе, позиция очень стандартная. Там можно префайрить. Но он какой-то немного странный тип. Не знаю, по какой причине. Так, ладно, смотрим дальше. Остается у нашего подозреваемого 25 хп. Он решил, что не надо стрелять с двумя, даже если у него есть ВХ. Хп мало. Руки немножко не оттуда, возможно, растут. Так что, почему бы не уйти? В принципе, правильное решение в двух случаях. И тут он получает по голове. Ну, почти по голове. Убивают. Но все равно террористы забирают этот раунд за собой. Такой маленький камбэк, можно сказать. Три раунда уже берут. Было 5-11. Стало 8-11. Возможно, и победят. К тому же, если он что-то их знает. Потому что, конечно, зачем в первой половине и читерить, когда можно отыграть на своем скиле, будете проигрывать. Вот тогда и подрубить. Все верно, в принципе. Как он делает. Но пока нету явных каких-то за ним. Таких. Выстрелов сквозь стены, наводок. Ну, вот стрельба немножко она странная, как помню. Все, в принципе, нормальная стрельба. Ладно, не будем к этому придираться. Мне больше кажется, что у него ВХ, чем АИ. Так, что же дальше? Как мы видим, один на террористе стоит АФК. Так. Ну, это было реально уже префайр. Вот это очень опасно было. Стояло ФКшной спиной. На радаре никого не отображалось. Так что... Ну, все же, возможно, тут и ВХ и будет. Попахнет. Попахнет, кстати, ВХ. Так. Опять он знает, что там есть один. Немножко так понаводил через стену. Убивает. Ну, ребят, я думаю, здесь ВХ. Но пока доказательства мало этому. Он остается один на двоих. Ну, потому что один стоит АФК. Так что... Так что... Вот так получается. Ну, он должен сейчас подключить. Я думаю, если у него есть что. И выиграть этот раунд для своей команды. Почему бы и нет? Так сказать, спалиться перед тремя человеками. Ну, выиграть раунд. Так, он опять как-то выходил. Как бы, зная, что там один будет. При целом, никакие другие позиции. Ни шорт, ничего. Не чекал. Поставил бомбу. И остаются они один на один. Ну, давайте ставить ставки, господа. Я думаю, все же он заберет пятого. И это будет Эйс. Так. Так, АФК убивают. И остаются один на один. В принципе, логично, что будет или шорт, или лон. Как-то он повернулся раньше, чем флешка летела. И такой же хэдшот. Ну, мне кажется, это был паленый хэдшот. Потому что он повернулся в эту сторону до флешки. До какого-то звука. И потом уже просто вышел с прицелом, наведенным на голову. Я все же уже думаю, тут ВХ есть. Я думаю, вы со мной согласитесь. Счет становится 9-11. У суспекта счет 25-14. Явно он что-то переборщил уже с убийствами. Я думаю, за такие... И свои даже зарепортили. Потому что когда он остается один, за ним наблюдают 4 человека. Так уже брать... О, он начинает уже чекать яму так. Одним глазком посмотрел. А нет, у меня там никого. Хотя, в принципе, если там кто-то сидит в краю, его все равно не видно. То что? Что это за чек был, я не понимаю. Так, он решил повернуться назад. Нет, все же ему дают бомбу. И он бежит ее ставить с ножичком. 2 на 3 остаются. 3 смока на планту А. Какой-то, как по мне, опять префайр. Ну, ни звука, ничего не было. Как-то он сделал, я не знаю. Так. Что-то у нас с демкой немножко не то. Как вы можете заметить. Что-то... Руки не отображаются. Какой-то негр стал у нас террорист. Так. Ну, надеюсь, это в скором времени пропадет. Потому что это, конечно же, мне не мешает. Ну, немножко как-то раздражает, да. Ладно, флешка. Выкидывает бомбу. Его тиммейт убивает на коробке. Выходит опять немножко префайрит. А при этом не попадает. Так, ну что ж. Руки у нас так и не появились. Не знаю, что такое. Баги, возможно, после вчерашнего обновления. Хотя обновление было, ну, нормально, на самом деле. Было и лишнее добавлено. Но хитбоксы меня очень сильно порадовали. Вот этот диффуз, правда, он какой-то непонятный. Надеюсь, его изменят. Потому что, ну, не совсем то, чего я ожидал. Я думаю, многие со мной согласятся. Так, пока я говорил, ничего интересного не произошло. Есть инфа, что один в нижней съемке. Он его убивает так хорошенечко по голове. При этом почему-то не забирает бомбу. А, идет забирать бомбу. Да, все правильно. Вот этот хеджот был, ну, более-менее нормальный. Но были явные моменты, где можно сказать, что у него ВХ. Были префайеров пару штук. Но они были более-менее тоже нормальные. Но его все же убивают. Наверное, он, возможно, не захотел палиться на данный момент. Или отрубил. Так, спецназ забирает этот раунд. Счет становится 10 и 12. Я думаю, у него должно скоро будет подгорать. И он должен явно уже начать все это пополно читерить. Откидывает опять две флешки на лонг. Увидел одного, который закрывал глаза руками. При этом не смог его убить. И умирает. Что же, ждем следующего раунда. Ждем следующего раунда. Террористы забрали этот раунд. Счет 11 и 12. Наш подозреваемый решил, что надо уже сбегать и на Б-плэнд. Что-то на А у него не совсем получается стоять против ОВП. А, это Эко у спецназа. Это Эко. Стоит. Ждет. Хотя мы видим, что никто не идет. Смотрит Темку с двух сторон. Я не знаю, что говорить про этот момент. Он и нормальный одновременно. И как-то он, ну, ожидал, мне кажется, врага на шарту. Хотя инфы никакой не было. И по мне. Оно и не могло быть. Ну, убить через мок. Ну, настрели твоих. Ну, какие фражулечки. Ну, стрели. Ну, пожалуйста. Я хочу тебя за репорт сделать. Не, ну, второго было убийство не совсем адекватное, как по мне. Ну, что же, ребят. Вот и демка подошла к концу. Я думаю, помощь в прицеливании здесь недостаточно доказательств. Другие вспомогатели также. Неподобавшие победения. По-своему не стрелял. Все нормально. Но вот помощь в обнаружении, я думаю, все же она здесь есть. Было пару таких моментов с убедительными основаниями, как здесь написано. Я думаю, все же ему можно за это поставить. Как-никак, не мое решение последнее за этим. За что опубликовать ферди. Ну, что ж, друзья. Вот демка и к само это видео подошли к своему завершению. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Ну, и что еще можно сказать. Всем спасибо за просмотр. Удачи. И до скорых встреч. Всем пока.